Как представлена сфера эндаументов в СМИ и социальных сетях? В период с 2018 по 2021 год число сообщений с упоминанием эндаумент-фондов выросло почти на четверть. Основным каналом информации являются интернет-СМИ, на втором месте информационные агентства, а на третьем – газеты. Чуть больше половины сообщений приходится на федеральные и московские издания. Оставшиеся равномерно распределяются между региональными СМИ. Чаще всего про эндаументы пишут агентства социальной информации, ТАСС и Форбс. Следом за ними идут «Коммерсант», РБК и «Российская газета». За исследуемый период двумя самыми медийными событиями стали объявления о создании эндаумента благотворительного фонда Владимира Потанина и объявления победителей конкурса «Навстречу переменам». Фонд целевого капитала «Истоки» – самый заметный в СМИ. На втором месте – фонд Потанина, а третье место занимает эндаумент-фонд МФТИ. Он самый заметный среди университетов. В социальных сетях с 1 января 2018 года целевые капиталы были упомянуты более чем в 70 тысячах сообщений от 30 тысяч авторов. Больше всего писали о деятельности эндаумент-фонда Российской экономической школы, о целевом капитале фонда Игоря Рыбакова, о фонде Оскара Хартмана и об эндаумент-фонде Владимира Потанина. Шире всего в медиа представлена деятельность эндаументов образовательных, культурных и благотворительных организаций. Давайте посмотрим на то, какой набор слов характерен для публикации СМИ о фондах целевого капитала. Здесь представлены существительные, прилагательные и глаголы. Что касается тональности сообщений об эндаументах, то всего 3% упоминания являются негативными, 89% представлены в позитивном ключе и 8% в нейтральном. Подводя итог, тема эндаументов воспринимается в медиа положительно, а отдельные отрицательные кейсы носят эпизодический характер. За период исследования наблюдается устойчивый рост числа сообщений.